Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, да, я знаю, это видео выходит очень поздно, и я всё равно его выкладываю, знаю, что будет из-за этого мало просмотров, потому, если всё-таки ты за то, чтобы я в любом случае, если есть видос, его выкладывал в любое время, пожалуйста, поддержи всё это дело лайком и поставь, ёлки-палки, свою подписку, не знаю, подпишись на мой канал, ёлки-палки, надо же уже как-то 190 тысяч подписчиков когда-нибудь добить, лет через пять я был бы вам весьма благодарен, но не суть, просто из-за стрима-марафона сегодня я это дело всё разгребал, там отправлял призы победителям, и то я со всеми делами, то, что накопилось, справиться не сумел, и также я хотел бы сразу перед вами извиниться, я знаю, что многие из вас воспринимают в штыки то, что я иногда снимаю видосы по Майнкрафту, иногда стримлю Майнкрафт, ребята, я, честно вам скажу, поменял своё мнение об этой игре, она меня зацепила, не зря я там создал свой сервер, и сегодня вы можете лицезреть на моём канале, когда вы смотрите это видео, стрим по Майнкрафту, и как бы, ну, тем, кому это не нравится, ребятушки, извините, пожалуйста, я и так ради вас давно, давно не запускал эту шарманку, но не забывайте, что вы не единственный на канале, есть ребята, которые реально ждут и просят, и для них я обязан выпускать и такие стримы, выпускать такие видосы, и я пытаюсь, ребята, угодить вам всем, тем более там уже такое своё сообщество, люди города строят, играют, церковь даже построили, но не суть. Сейчас мы обсудим несколько важных тем, кто, может быть, ждал именно моей невероятнейшей аналитики, так называемого аналитика диванного, то, пожалуйста, усаживайся поудобней. Опять же, вчера был стрим-марафон, потому я пропустил несколько тем, в принципе, я ещё сутки назад мог ночью выпустить видео, но решил пойти спать, чтобы не проспать. Опять же, тот стрим-марафон, ух, там жарко было, особенно под конец, не суть. Тема у нас заключается в том, что в игру в скором времени, не обязательно, что в следующем обновлении добавят возможность прокачки умений до 15 уровня, как вы знаете, мы сейчас можем качать это всё дело до 14 уровня. Ну вот, мой минотаур, к примеру, на максимум прокачан. Также, скорее всего, появятся новые камни судьбы, ну, то есть, вам не дадут воспользоваться простыми камнями судьбы, которые мы покупаем за кулаки, и нам, наверное, придётся покупать эти новые камни судьбы за деньги, не суть, мы это сейчас всё обсудим. Также новость появилась по поводу того, что добавятся новые титулы. Вопрос у меня, конечно, прямой возникает, для чего, но это мы тоже обсудим. И также появится возможность прокачки скилла питомцам. Тут тоже у меня очень много вопросов к разработчикам. И всю информацию, ребят, я взял с телеграм-канала под названием Клуб Игроков Castle Clash. Также есть и ВКонтакте у нас большая группа. Ссылочку постараюсь не забыть оставить в описании под этим видео. Если вам хочется получать новости какие-то своевременно раньше всех, то обязательно подпишитесь или на ВКонтакте, или подпишитесь непосредственно на телеграм-канал этот. Потому что я сейчас беру все новости оттуда. Не ждите, что это будет супер какой-то информативный видос. Нет, я просто выражу своё мнение и, наверное, вас успокою и скажу вам, что не стоит паниковать. И нет, не потому что мне IGG занесло денег. Я бы не отказался бы, но нет. Не проплачивают, не проплачивают. Я в каждом видосе про обновления прошу. Ну, ёлки-палки, пожалуйста, пожалуйста, заплатите. 15-м скиллом быть. Теперь в файлах игры официально добавлена информация о 15-х скиллах. О божечки, в грядущем обновлении можно ожидать 15-й скилл. Я думаю, может быть, через одно обновление будет. Потому что когда уже в файлах игры находили информацию о 14-х скиллах, их сразу не добавили, а где-то через месяц-два добавили. Но рано или поздно они придут к нам в игру. И что тут можно сказать? Можно бомбить, но бомбить мы устали. Мы чему-то удивлены, ребята, вместе с вами? Нет, мы ничему не удивлены. Мы раньше думали, что дно пробивать уже некуда. Нет. Это IGG нам каждый раз доказывает, что со дна постучали, еще можно долбить и долбить. У них там, походу, алмазные наконечники вместо рук, вместо ног. Они просто алмазными наконечниками качают дно, яму. И туда проваливаются и пытаются нас туда засосать. Но реально, я уже не удивляюсь. Я уже даже по этому поводу не бомблю. Потому что, в принципе, большинство игроков это никаким образом не коснется. Просто у нас очередной раз на базаре станет намного больше ненужного говна, чем обычно. То есть сейчас они базар испортили. Ну, он будет еще выглядеть хуже. Но не суть. Будем раз в месяц все-таки вылавливать какую-то выгодную акцию. Какой-нибудь выгодный комплект ресурсов на базаре и донатить. А может быть и не будем донатить. Может быть вообще не будем донатить. Каждый играет так, как он волен играть. И то, что они добавляют 15 скиллы, ну, кому это хуже сделает? Ну, те, кто играет со средним донатом, они и так топов догнать не могут. В чем суть? Но эти 15 скиллы добавили для 10, ну, для 20, может, 30. Ну, максимум 50 человек. Да, они там побегут, короче, просто вот так вот деньги во все стороны раскидывая. Покупая эту фигню, ну, чтобы там не отставать на арене или еще где-либо. Но большинство игроков это не коснется. Потому что будет история, как и обычно. Мы на это будем наблюдать. Мы будем с этого охеревать. Какой-нибудь проблемы для баланса этого это тоже не окажет. Как бы баланс уже давно в таком месте темном, беспробудном. Беспробудном, там, где много данриков воняет калом. Как бы, ну, куда этот баланс уже, если честно, портить? Потому, в принципе, это никаким образом ни на что не повлияет. Просто кто-то будет это покупать, а кто-то не будет это покупать. И через неделю про это забудет. Потом со временем произойдет некоторая инфляция в плане ресурсов для прокачки 15-х умений. И уже, там, большая часть игроков сможет все это дело себе позволить. И каких-то героев прокачать. Как, к примеру, я прокачал Минотавра, Зефирика. А, вот даже еще Зефирика я не успел прокачать. Ну, по той причине, что судьба, судьба. Проблема в судьбе. То есть, видите, ну, что-то качается, что-то нет. И я по поводу 14-х скиллов, честно вам скажу, не парюсь. Я так же сам и париться не буду по поводу 15-х скиллов. Когда будут выгодные акции, и это со временем будут продавать за копейки, тогда, возможно, что-то у меня и появится. Я буду это покупать. Но на геймплей моего аккаунта это никаким образом не повлияет. На достижение моего аккаунта это тоже никаким образом не повлияет. Я не парюсь, знаете почему? Потому что я не являюсь топ-игроком, и я не могу соревноваться с топ-игроками. Париться нужно тем 50-ти людям, кто просто бешено, короче, рубится, задротит и обогащает IGG деньгами. А идем дальше к следующей новости. У нас, получается, добавят новые титулы. Титул Несмертный 1, Несмертный 2, Аватар, Аватар 2. И тут у меня просто реально появляется вопрос, IGG, для чего? Ну, как бы просто объясните, для чего? Потому что, к примеру, вот тут последний титул. Цели Стелла. Чтобы завоевать этот титул, нужно 6 миллионов силы. Зачем еще титулы? Вот, то вы их годами не добавляете, и ничего не меняется. То вы в один момент, каждое обновление, начинаете бесконечно добавлять эти титулы. Ну, окей, 4 титула добавите. Что это изменит? Смысл какой в этом? Зачем вы на это тратите время? Вам больше не на что в игре потратить время? Я думаю, что есть на что. А почему вы так неправильно занимаетесь тайм-менеджментом? Вот эту вот штуку вы могли бы делать через год, может, через полгода, не знаю. Но это как бы реально глупый шаг, и неизвестно, когда это добавится. А возможно, даже в следующем обновлении, через несколько дней. Далее. Конечно, большие вопросы у меня по поводу того, что также в файлах игры нашли мулю, благодаря которой... Ой, кто-то там что-то где-то подписался. Благодаря которой... Что там? Где там у нас питомцы? Чтобы посмотреть навыки. Да, кстати, если вы перейдете по ссылке в описании, у меня это видео не информативное. Вы по ссылке в описании можете пойти и рассмотреть эти 15 умения поближе. Там есть ссылка на сайт в телеграм-канале. И вы узнаете все статы. Но по факту они мне не интересны. Скорее всего, просто как бы что-то там, что-то усилится, и... Но сильно это не повлияет. А даже если и повлияет, то как бы я все равно это купить не смогу. Идем дальше. Функция талантов скоро будет. Этот текст был добавлен в файлах игры. Мы будем... Мы думаем, что к талантам будут прибавлять статки. Это пока что наше мнение и просьба заранее не паниковать. Талант отряда это тоже относится к этому. Ну, знаете, а я и не паникую заранее. Идем дальше. Обычные питомцы также получат изменения. Теперь в файлах игры официально добавлена информация о десятых скиллах для питомцев. В грядущем обновлении можно ожидать десятый скилл обычных пэтов. Да, просто усиление, усиление и еще раз усиление. Вот теперь даже питомцев можно будет усилить и прокачать им десятые умения. Просто одному умному человеку в ЭДЖ пришла мысль. Ёлки-палки, мы же бесконечно поднимаем количество прокачиваемых умений на героя. А почему мы этим не занимаемся на питомцах? И они такие... Хоу! Бинго! Ты получаешь сегодня премию! Уху! Классно! Спасибо тебе, дружище! Ты классный! Он такой... Я классный! На тебе тринадцатую зарплату! Уху! И если они эту фигню ведут, то они потом будут через каждое второе обновление добавлять все больше и больше скиллов. Точнее, прокачки умения питомцев и абсолютно не будут смотреть, как это будет работать в игре. Абсолютно плевать. Появится еще несколько бессмертных героев. Мы этому уже ничему не удивимся, друзья. И тут, знаете, меня наводит на мысль очень интересная фигня. И она заключается в том, что, к примеру, они так безрассудно, необдуманно, не проверяя, не занимаясь каким-то тестингом, ничем не занимаясь. Они просто берут и бесконечно вдалбливают, усиливают героев. А фигак добавляют пятнадцатое умение. Фигак, короче, добавляют там зачем-то десятое умение питомцам и простым. И долбит, долбит, и как бы вообще не оборачиваются даже назад. Да и вперед, в принципе, они не смотрят. Как бы просто необдуманно. Вот толпа, знаете, не сильно высокоинтеллектуальных людей просто долбит. Вот просто долбит, по-другому я это объяснить не могу. Им ставят задачу какую-то, они ее стараются выполнить как умеют. По факту не умеют, но что-то делают. И нужно же сделать какой-то вид бурной и широкой деятельности. А как этот вид бурной деятельности осуществить? Очень легко, бесконечно. А что там, тринадцатое умение, да? Давай четырнадцатый прокачка сделаем. А давай пятнадцатый прокачка сделаем. Это легко, по одному добавляешь и все, и начальство довольное, а игроки там тоже. Ну, игроки думают, что вид бурной деятельности делается. Меня просто удивляет, с какой легкостью и с какой нелепостью все это происходит в игре. Потому что, когда мы начинаем с разработчиками говорить по поводу того, что ребятушки, исправьте какие-нибудь награды в локациях, продумайте все это дело. Сделайте что-то. Поменяйте там атаку фартов. Одно, второе, третье. И там, знаете, вспомните нашего комьюнити менеджера, который сидел такой, говорил, ну, баланс дело тонкое, ну, тут как бы надо не навредить. Вот это вот все, надо все хорошо, десять раз обдумать. И да, может быть, через десять лет мы поменяем эти награды. Но через десять лет эти награды, которые были актуальны сейчас, они будут не актуальны через десять лет. Вот так вот происходит с теми вещами, о которых мы просим разработчиков. Но, как бы, сами знаете, как быстро и необдуманно происходит с вещами, которые хотят разработчики. И я почему-то не верю в то, что вообще на всех серверах, во всем мире, по битве замков есть хоть один человек, высокоинтеллектуальный и образованный, который взял и написал техподдержку. Такой, это, слушай, слушай, это, дорогие Айджи-джи, а давайте, а давайте, это, пятнадцатое умение героям добавим, пятнадцатое умение добавим, и десятое умение добавим, это, это, питомцев, бля, бля, давайте пятнадцатое умение добавим, будет круто, игра классная будет, вооо, но вот почему-то мне не кажется, что вообще на самом деле такие люди есть, которые реально пишут такие, типа, ребята, сделайте базар еще более беспонтовым для покупки ресурсов, добавьте там двадцатое умение прокачки героям, нам нужно больше талантов, больше талантов, но нету таких людей, но нету. Мне интересно, как Айджи-джи сами перед собой оправдываются, типа, как бы, почему они это добавляют, ведь это так странно выглядит, мы их просим о одних и тех же вещах через поддержку, через видео, как я это делаю, даже напрямую, да, вот я снова буду сейчас по поводу атаки фартов, прям, наверное, по мелочам Андрюха Рылев присоединиться, будем сидеть и писать точные изменения, какие нужны на атаке фартов. Мы даже будем знать, что это передастся в Китай, прям, собственно, ручно, вот. И, конечно, есть надежда, что что-то изменится, вот, но что-то мне внутри подсказывает, что я в ближайшие дни буду заниматься просто бесполезной работой, за которую, конечно же, мне никто не заплатит, а вы знаете, я меркантильная задница, а во-вторых, я просто, как бы, даже, ладно, там, деньги или еще что-либо, если бы это реально появлялось потом в игре, то и не жалко бы было бы тратить на это время. Сейчас потрачу свое время в последний раз, потому что уже давным-давно в свое время по поводу атаки фартов точно так же все в точь расписывалось, что нужно было изменить, это было проигнорировано, единственное, что разработчики поменяли, это добавили второй вид карты на атаки фартов, но, ребят, надежда умирает последняя, и, как бы, пока что-то сделать в моих силах, я это буду делать, вот, и не один мне помогут, но, как бы, время покажет, всем удачи и пока!